Смотрите сегодня в программе! Стальные монстры! Союзники! Отечественная индустрия компьютерных игр — это до сих пор тёмная лошадка. Однако стальные союзники с лёгкостью развеивают эти домыслы. Игра объединяет в себе три жанра — глобальную стратегию, тактику и авиационно-морской аркадный симулятор. Оверлорд! Вам предлагается примерить на себя роль пастуха, погоняющего стадо воинственно настроенной нечисти. Причём, в отличие от реальных коров-овец, мертвецы и демоны в этой игре будут отнюдь не безмозглые массы отвратительного вида. Томберайдер! Энниверсари! Первое, что бросается в глаза — это гигантомания разработчиков. Особенно заметно это тем, кто ещё помнит, какой была первая часть. Хоспитал Тайкон! В реинкарнации симулятора больнички вы увидите всё то же самое, что и в ФМ-хоспитал. Конечно, много изменений и улучшений, но по сути всё отличается только графикой. Привет, народ! Это снова Борик и Фак. Фак — это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даём полезные советы. Переходим к делу. Давным-давно, примерно 10 лет назад, жила-была компания Балфрок Студиос, которая клепала очень неплохие игрушки. И вот однажды свершилось чудо — на свет появилась игра Team Hospital. Игра, которая заворожила миллионы игроков, а некоторые из них и по сей день играют в это чудо игровой индустрии и ждут не дождутся. Когда же, наконец, появится ремейк? Дождались! Представляем на ваш суд игру Hospital Tycoon. Как и FM Hospital, нынешний медицинский центр — это непростая развалюха санитарами-садистами. Нет, это учреждения сложной структуры, способные исцелить пациентов самыми фантастическими заболеваниями. Вам предстоит разработать планировку больницы, позаботиться об оборудовании, нанять штат сотрудников и потом управлять всем этим хозяйством, успешно излечивая пациентов. Игра состоит из нескольких уровней, и для прохождения каждого из них необходимо выполнить определенные требования. Вы должны заработать известное количество денег, заслужить хорошую репутацию, обслужить заданное количество пациентов. Перечень болезней, их симптомов и способов лечения позабавит хоть кого. Игра поступила в продажу 6 июня 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 1,5 ГБ на жестком диске, а также видеокарта уровня с GeForce 6600 или Radeon X1300 и 128 МБ видеопамяти. В реинкарнации симулятора больнички вы увидите все то же самое, что и в FM Hospital. Конечно, много изменений и улучшений, но по сути все отличается только графикой. Вы также, как и раньше, будете заниматься планировкой помещений. Некоторых из вас порадует подача истории в виде сериала. Достаточно забавная задумка, но больше 4 баллов за геймплей поставить никак нельзя. Слишком скучно получилось сравнение с FM Hospital. При этом графика сделана на высоком уровне. Все прорисовано четко и со вкусом. Вы можете разукрасить свою больничку в любой цвет радуги. А анимации персонажей и проявления их болезней порадуют любого фаната этой игры. Наша оценка графики — 5 баллов. Теперь опять о грустном. Озвучка немного подкачала. Голоса дикторов, которые подсказывают вам, что делать, выполнены в стиле бормотания симов. Это очень раздражает. И теперь вы уже не услышите задорный голос секретаря. Доктора просит пройти в GP Office! Поэтому наша оценка звукового сопровождения — всего 4 балла. В общем и целом, если не сравнивать эту игру с FM Hospital, то получается вполне приятная картина. Качественная графика, интересная идея и какой-никакой сюжет. Наша общая оценка игры — 5 баллов, но с минусом. Несмотря на такую высокую оценку, эта игра очень быстро надоедает. Возможно, по той же причине, что и все остальные ремейки, которые не могут повторить успех оригинала. Но мне кажется, что причина в другом. Hospital Tycoon слишком подробно копирует оригинал, а точнее, ремейк не вносит ничего кардинально нового, захватывающего. Именно поэтому Hospital Tycoon может надоесть всего за пару дней. Особенно фанатам Team Hospital. Но если игра вам нравится, и у вас появились вопросы по прохождению, смотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Помогите мне, у меня проблема. Есть пациент и все необходимое оборудование, и доктор для его лечения. Но этот пациент сидит на скамейке, пьет кофе и читает газеты, а лечиться не идет. Ну что мне с ним делать? Отвечаем. Попробую нанять медсестру. Она поговорит с этим пациентом и отведет его в нужный кабинет. Следующий вопрос. У меня странная ситуация. Я построил аптеку, и в ней успешно лечились пациенты. А в это время я построил еще одну аптеку. Потом удалил старую. А пациенты тупят и толкуются около старого помещения, в котором уже нет аптеки. И в итоге умирают. Неужели комп не понимает, что есть новая аптека? Отвечаем. Действительно, есть такая проблема. Чтобы ее избежать, вначале удаляйте старое помещение, а затем строите новое. И вообще, будьте внимательны. В игре много багов, которые пока не исправлены. Бич любого шедевра — это его вторые и следующие за ними части. Всевозможные ремейки и аддоны. Рано или поздно такая судьба ждет любую качественную игру. Стальные монстры первой отечественной Lesta Studios не стали исключением из этого правила. Спустя каких-то полгода после релиза оригинала появляется полноценный аддон, известный как «Стальные монстры-союзники». Сейчас мы узнаем, чего стоят обещания разработчиков, и так ли уж было необходимо спешить с выпуском дополнения. Отечественная индустрия компьютерных игр — это до сих пор темная лошадка. Однако «Стальные союзники» с легкостью развеивают эти домыслы. Игра щедро снабжена деталями, многие идеи, озвученные в ходе разработки, получили воплощение. Это и новые географические локации, и дополнительные юниты, появившиеся при выходе на арену вооруженных сил Объединенного Королевства, и новенькая с иголочки система повреждений, и сильнейшая экономическая модель в купе с дипломатией. Наличие последней, кстати, вызывает некое недоумение, так как адмиралу флота вроде бы как не пристало объявлять войну и заключать мир. Ну да ладно, Lesto Studios всегда отличала своим девизом «Всего и побольше». Игра от этого только выигрывает. Рекомендуемые системные требования таковы. Pentium 4 — 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео и 4 ГБ на винчестере. Игра объединяет в себе три жанра — глобальную стратегию, тактику и авиационно-морской аркадный симулятор. На тактическом уровне вы можете мгновенно вселяться в любой доступный юнит, включая корабли, управлять самолетами, стрелять из зенитных орудий, сбрасывать торпеды и бомбы, управлять ракетами. Одним словом, каждый найдет тут применение своим талантом, вне зависимости от пристрастий в плане тактики или стратегии. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Графическая игра проигрывает ближайшим оппонентам. Здесь вы не встретите той детализации, которую видели в Sealing Hunter или в Midway, но зато количество юнитов, задействованных в битвах, впечатляет. Наша оценка графического наполнения — 4 балла. Если музыка в игре выше всяческих похвал и как нельзя лучше передает драматизм истории середины 20 века, то звуковые эффекты представлены относительно скудно. Понятное дело, что записывать звучание каждого корабля и орудия отдельно — титанический труд, но и впадать в примитивизм — не лучший выход из положения. Наша оценка звука — 4 балла. Подводя итог, отметим, что при оценке любого аддона в первую очередь сравниваешь его с оригиналом. Однако, если рассматривать игру как отдельный проект, то вещь получилась весьма шаблонная. И по сути, название выше, чем середнячок, претендовать не может. Наша общая оценка игры — 4 балла. Стальные монстры, союзники, конечно, не дотягивают по графике до тех же пестрящих голливудскими спецэффектами Battle Stations Midway. Однако масштабы, проделанные разработчиками работы, впечатляют. Чего стоит система повреждений, пришедшая на смену аркадному лайфбару. В общем, если вам понравился оригинал, то вы будете, безусловно, в восторге от аддона. Любителям же хардкорных варгеймов и симуляторов, как и полгода назад, просьба не беспокоиться. А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. А как правильно торпедировать корабли в ручном режиме? Отвечаем. Зависит от типа торпедоносца. Но общая схема такова. При подлёте к цели снижаемся на высоту около 150 метров и на расстоянии меньше 1000 метров выпускаем торпеду. Сразу после этого рекомендуется совершить манёвр с резким уходом вверх и в сторону, если, конечно, это позволяет сделать тактико-технические характеристики самолёта. Следующий вопрос. В игре есть режим автобэдл. Стоит ли им пользоваться для просчёта битв? Отвечаем. Нет, ни в коем случае. Опция, конечно, соблазнительная, но очень уж кривая. Согласитесь, потерять ударный флот линкора в стычке с охранением конвоя — не лучшая перспектива, а искусственный интеллект часто таким грешит. Поэтому всеми важными битвами лучше руководить самостоятельно. Следующий вопрос. А можно отступить из битвы так, чтобы не засчитали поражение? Отвечаем. Нет, игра устроена так, что тактические отступления тут не в чести. Бейтесь до конца или не бейтесь вообще — таков девиз игры, и мы настоятельно рекомендуем им исследовать. Смотрите во второй части программы. Оверлорд. Вам предлагается примерить на себя роль пастуха, погоняющего стадо воинственно настроенной нечисти. Причём, в отличие от реальных коров-овец, мертвецы и демоны в этой игре будут отнюдь небезмозглые массы отвратительного вида. Томбрайдер. Энниверсари. Первое, что бросается в глаза — это гигантомания разработчиков. Особенно заметно это тем, кто ещё помнит, какой была первая часть. Смотрите во второй части программы. Томбрайдер. Энниверсари. Первое, что бросается в глаза — это гигантомания разработчиков. Особенно заметно это тем, кто ещё помнит, какой была первая часть. Оверлорд. Вам предлагается примерить на себя роль пастуха, погоняющего стадо воинственно настроенной нечисти. Причём, в отличие от реальных коров-овец, мертвецы и демоны в этой игре будут отнюдь небезмозглые массы отвратительного вида. В далёком 96-м вышла первая часть игры, посвящённой похождениям теперь уже знаменитой на весь мир и разошедшейся тиражом в 30 миллионов грудастер-исхитительниц и гробниц Лары Крофт. К своеобразному юбилею разработчики Crystal Dynamics при поддержке незабвенной Эйдос выпустили ремейк той самой первой части на движке Tomb Raider Legend. Посмотрим, что же изменилось за более чем 10 лет и какова теперь любительница стрельбы по-македонски. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Tomb Raider Anniversary — это гигантомания разработчиков. Особенно заметно это тем, кто ещё помнит, какой была первая часть. Уровни скопированы, конечно, не один в один, сделаны поправки на более богатую пластику Лары, заимствованную из легенды, но в общем и целом атмосфера оригинала сохранена. Сюжет игры всё так же представляет из себя эпическое действие, разбитое на 14 частей, в которых вам не придётся скучать. Помимо этого, воссоздан и полностью переделан Крофт Маннер — фамильная особня Крофтов, а также игра просто-таки напичкана всякого рода секретами и вкусностями. Одним словом, перед нами достойный представитель жанра, который, как опасались некоторые, нисколько не порочит светлую память о первой части Tomb Raider. Рекомендуемые системные требования игры таковы. Pentium 4 — 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 4 ГБ на жёстком диске. Геймплей игры можно оценивать с разных сторон. У Лары богатый атлетический арсенал. Она постоянно в движении, и иной раз складывается впечатление, что на экране разворачивается какой-то фильм с участием профессиональных каскадёров. Однако управление минимизировано, что может не понравиться любителям хардкора. Удивительное сочетание основного сценария игры и множество секретных ответвлений способно удовлетворить как начинающих игроков, так и матёрых ветеранов. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Графика в игре всё же старовата. Да, движок легенды, послуживший фундаментом для Tomb Raider Anniversary, хорош, но за год много воды утекло, и, честно говоря, шейдерами второй версии уже немногих соблазнишь. Ещё можно, пожалуй, на небольшую информативность в видеовставах. Если в оригинальном Tomb Raider в них раскрывалась половина сюжета, то теперь это просто отбивки между частями, которые не несут практически никакой сюжетной нагрузки. В общем и целом, видео ряд добротен, но не более того. Наша оценка графического наполнения — 4 балла. Звук в игре нареканий не вызывает. Музыка создаёт вполне себе мрачную атмосферу, присущую подземельям, по которым прибирается наша героиня. Сама она, кстати, достаточно скромна и редко когда отпускает реплики. Наша оценка звуковых эффектов — 5 баллов. Итак, Tomb Raider Anniversary. С одной стороны, впечатляющая реинкарнация Лары Кроп, достойная занять место на полке рядом с остальными частями сериала. С другой, игра не привносит ничего нового в жанр и сделана по принципу «Возьмём самое лучшее и совместим в одном проекте». Хотя требовать большего от ремейка и не нужно. Главное, чтобы разработчики не соблазнились делать ремейки и к остальным частям. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Tomb Raider Anniversary в первую очередь, конечно же, посвящена фанатам или тем, кто не следил за сериалом с самого начала. Всё это, впрочем, свойственно любым ремейкам. Для человека же, объективного, при взгляде на игру сразу становится понятно, что это обычный денежный куст, который грех не состричь. Об этом же говорит и кроссплатформенность игры, что, безусловно, снижает планку её качества. Но как бы там ни было, прохождение игры всё же увлекательно. И мы сейчас ответим на те вопросы, которые вызвали у вас затруднения. Первый вопрос. Как убить Терекса в конце уровня Lost Valley? Отвечаем. Стреляйте по динозавру, пока красная полоска, символизирующая уровень его ярости, не заполнится. Затем, когда он побежит на вас, перестаньте стрелять, подпустите на достаточное расстояние и совершите кувырок в любую сторону с помощью клавиши Shift. И когда два серых прицела превратятся в один красный, палите со всех стволов. Следующий вопрос. А как расправиться с двумя кентаврами в храме Тихокана? Отвечаем. Чтобы избежать попадания их смертоносных лучей, превращающих в камень, используйте крюк. Найдите в комнате щит, выдерните его и используйте по назначению. Как только вы с ними расправитесь, уровень будет пройден. Следующий вопрос. А что нужно сделать с солнечными часами в особняке? Ну никак не могу разобраться. Отвечаем. Как только вы их активируете с помощью Гномана, выставьте на циферблате числа 11, 2 и 6. Железные двери распахнутся, и при помощи карты, найденной в библиотеке, вы сможете пройти лабиринт и получить вожделенный крюк. Эксплуатация человеческих слабостей – самый беспроигрышный ход в бизнесе. Ведь почти все люди хотят править, властвовать или руководить. На помощь им приходят компьютерные игры. В виртуальной реальности количество директорских кресел или генеральских погон не ограничено. Жаль только, что распределение по сферам деятельности очень уж неравноберное. Возможность почувствовать себя в шкуре какого-нибудь злодея-предводителя выпадает очень уж редко. Навскидку вспоминается прекрасный Эвил Дженнилс или старенькая серия Данжен Кипер. Но теперь у потенциальных негодяев есть новая игра – Оверлорд. В Оверлорд игроку предлагается примерить на себя роль пастуха, погоняющего стадо воинственно настроенной нечисти. К примеру, убив очередного врага, они обязательно обыщат его труп. Вдруг найдется что-то ценное. Кроме разных вещей, с коченеющих тел можно забирать и души, ими потом придется платить за увеличение армии. Максимальный ее размер, кстати, впечатляет. Под нашим началом может находиться до 50 голов, а этого вполне хватит на маленький Армагеддон. Ну и, конечно же, у нашей нечистой армии, как и у любой уважающей себя армии, есть свой собственный штаб – огромная и мрачная башня, в которой предводитель шайки бесов отдыхает от злодеяне прошедших и планирует злодеяния будущие. Здесь же тренируются верные чудища, а кузнецы мастерят всевозможную экипировку из награбленного добра. Сама башня будет увеличиваться в размерах согласно прогрессу в игре. Монстры постепенно начнут отстраивать новые этажи, превращая неказистое строение в мрачную цитадель. Издает игру компания Codemasters, а разработкой занималась голландская студия Triumph. Системные требования таковы. Процессор Intel Core 2 Duo, 1 гигабайт оперативный и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске Overlord займет 3 гигабайта. Геймплей основан на беспощадном поглощении добра злом. Вокруг нас обитают местные жители. Простой такой народец, мирные и добрые людишки. Идеальные кандидаты на то, чтобы оказаться под нашей пятой. Пятерка за геймплей. Графика достаточно стандартна для сегодняшних времен. Отметить стоит разве что интерактивность. Например, маги смогут сжигать любые постройки дотла. Впрочем, практика показывает, что в симуляторах злодея на первый план выходит даже не новомодные технологии, а стильность. Ведь изобразить темную сторону ужасно, но в то же самое время красивый и чуточку романтичный – очень сложная задача. Но программисты из Triumph Studios справились с ней на твердую пятерку. Звучит Overlord безукоризненно. Черти смешно горчатся и кривляются. Музыкальные треки сменяют друг друга в зависимости от происходящего на экране. А грозные голоса главных злодеев вселяют страх во все живое. Пятерка за звук. Overlord, конечно, не шедевр, но игра подкупает своей неповторимой атмосферой и оригинальной концепцией гейплея. Кроме этого, качество продукта также очень достойно. Твердый пять баллов получает Overlord. Overlord – проект, который сам себе пробивает дорогу. Несмотря на немалый бюджет и довольно оригинальную концепцию, разработчики совсем не позаботились об элементарном пиаре игры. Но, судя по всему, Overlord реклама ни к чему. Поклонники таких скандальных игрушек, как GTA, Manhunt или Postal, ждут не дождутся, когда им, наконец, удастся разорить первую деревеньку или поджарить на медленном огне всех ее жителей. Итак, мои маленькие злодеи, пришло время ваших вопросов и наших ответов. Вопрос. А нельзя ли в игре поменять скорость? Очень все медленно происходит. Отвечаем. Нет, скорость игры тут ни при чем. Старайтесь большую часть поручений выполнять при помощи слух. Они значительно шустрее главного героя и довольно сообразительные. Следующий вопрос. А что за процентная полоска появляется при вызове критчеров? Ответ. Это сила миньонов. Она увеличивается, когда они находят новое оружие и экипировку для себя. Вопрос. А зачем в игре нужны души? Ну, никак не понимаю. Отвечаем. Души — это тот ресурс, из которого рождаются миньоны. Не по количеству, а как материал для самого рождения. Вопрос. А для чего нужны колдуны и убийцы? Отвечаем. Колдуны могут наводить порчу, пугать, банально выжигать все вокруг и лечить дружественные войска. Убийцы — это нечто вроде адского спецназа. Используйте их лучше в хорошо обдуманных, хитрых и молниеносных операциях. На сегодня это все. Меня зовут Борик Роттер, это был Фак. Заходите в форум на сайте мус-тв.ру. Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faq-собака-муздефис-тв.ру. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Пока. Продолжение следует...